сейчас будем смотреть как работает кран вместо регулятора холостого хода так грубо говоря регулятора сейчас нет там стоит кран кран приоткрытый отрегулирован на холостые обороты но так как у нас сейчас температура становится ниже что у нас получается у нас получается ну кстати минус небольшой вот и завожу ногу с педали газа убираю ну да с педали газа убираю держит она где-то в районе 500 давление масла 47 но в принципе она не такое холодное но но лучше сейчас не газовать конечно вот что же у нас получается чем у нас ниже температура тем а кстати в минус полтора уже кажется чем ниже температура тем тяжелее и держать холостые но прогревочные изначально то есть когда мы запускаем на рабочем регуляторе холостого хода у нас какой момент получается она держит где-то тысячу потом постепенно при прогреве она его опускает до своих рабочих грубо говоря 650 700 оборотов здесь же в обратном то есть я на горячую его отрегулировал по 700 оборотов но когда у нас температура становится ниже за бортом то получается так что ему мало этого потока воздуха ему нужно больше потому что как бы и смесь дается больше форсунками то есть но в принципе я немного поддаю газа то есть придерживаюсь то есть вот в район можно делать вот так в район тысячи подержу немного прогревается до работа доезжаю уже полностью прогретая то есть в принципе принципе но опять же объяснюсь в первые видюшки я мог этого и не объяснить но суть была в том что был я не хочу брать реально слишком много трат и неизвестно как сказать он будет работать или не будет новый бешеных денег стоит и смысл мне его брать если я перейду на январь то есть он сейчас стоит только для того чтобы я смог ездить на работу то есть как бы выполнять свои дела какие-то потому что передвигаться как-то без машины это будет очень энергозатратно так скажем а сейчас она стабильно работает то есть газа ну тебя конечно не могу но попозже сделаю когда уже до работы доеду как как она прогреется но запоминаем где-то но сейчас уже поболее где-то оборотов 600 получается может быть 650 туда следующее видео сейчас еще вторая видюшка я уже на работу приехал заводим вот мои холостые на датчик температуры не смотрите он сегодня приедет вас взял дефи до этого стоит час от стрелок он врет показания то есть у меня машина вот так только прогрелась в принципе так тут как-то так низко низко из-за того что мы груженые двумя блоками для будущих планов с вами был матакаши всем пока ну так вот это третья часть я сейчас еду уже с работы домой машина ну относительно прогретая что у нас получается 2000 но сейчас чисто для эксперимента вот газу даю турбина сейчас у меня отключена то есть она будет показывать только ноль разгоняюсь выжимаю сцепление смотрим что происходит с регулятором он падает свои заданные положения до из минусов есть небольшое когда плавно трогаешься ну то есть истинный регулятор должен закрываться когда вы даете воздух а здесь получается он всегда слегка приоткрыт сука ебаные гаишники блять а так вот вот я разогнался сейчас останавливаемся на светофоре все как надо смотрим холостые прогретый мотор то есть она не проваливается она падает именно свое положение сколько надо единственное как я сейчас повторюсь гаишники блять отвлекли когда вы даете газа то есть вот сейчас я буду трогаться единственным нужно чуть чуть больше газа давать потому что кран постоянно приоткрытый и он дает воздух то есть как бы смесь в этот момент плохо регулируется и видно машина как будто чуть чуть за жопу поддерживает но потом она просто разгоняется и все становится в порядке я не зову никого к этому колхозу как я сам это считаю но для диагностики того же самого регулятора это ну самое то то есть кран поставили отрегулировали зазор поехали проверили все работает все отлично значит регулятор вышел из строя то есть хотя бы продиагностировать таким способом можно ездить но так как я просто буду переходить на январь мне приходится сейчас ездить потому что нет смысла покупать датчик оригинал за 20 особенно нет смысла по полторы-две тысячи заказывать бэ ушки тут кота в мешке вот так как я перейду на январь на совсем другой датчик вот а так всем спасибо за просмотр надеюсь кому-то помог потому что способ вот так вот в случае чего поднять машину в строй мало ли куда-то доехать очень оптимальный вот и с вами был матакаши всем пока